Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала, а также любителям Imperial Glory. С вами Rossi, это канал Roligame Online. Сегодня мы продолжаем или опять же заново начинаем играть в Imperial Glory за Швецию. Это второе видео во втором сезоне. Я думаю, сейчас у нас старт будет более удачным, по крайней мере я постараюсь отбиться от этой подлой Дании и мы находимся в начале игры. Опять давайте прочитаю, кто забыл или не смотрел. Как правитель Швеции вы должны знать, что в нашем распоряжении уже есть достижение мирной аннексии. Кроме того, мы заключили оборонительный союз Дании. Теперь ученые и мыслители нашей империи ждут ваших указаний. Пожалуйста, укажите направление дальнейшего развития нашей науки. Конечно же, как и в прошлом видео, будем пытаться сразу идти в войска, потому что уже, как показала вам практика, Дания сразу нападает после того, как заканчивается мирный, как бы, договор оборонительном союзе. Не буду кривить душой, я пытался уже до этого тоже записать видео вам, но столкнулся с той же проблемой, что Дания меня опять же разбила. То есть, я немножко делал там другую тактику. Не буду о ней рассказывать, потому что, думаю, это будет неинтересно. Интересно, когда ты будешь смотреть. Ну, в общем, тактика эта дала сбой. Она не сработала. Вот. И сейчас попытаемся по-другому сделать. Я предполагаю, что надо попробовать использовать тактику зеркраша, как они. То есть, взять просто, настроить хлопца с дубинками и благодаря этим хлопцам по полной пытаться отбиться, потому что... Ну, не гоже это так вот стартовать уже фиг знает какой раз и постоянно нарываться на одно и то же. Так. Будем пытаться комплектовать сразу отрядами. Вот. Ну, опять же, если сейчас сильно идти в военную структуру, то мы очень сильно будем ощущать нехватку ресурсов. Но, знаете, лучше все-таки идти в войну, потому что я уже лично прекрасно знаю, чем что сейчас будет происходить. То есть, агрессия сострадания в любом случае будет. Не знаю, это, наверное, под это заточен мод. Давайте дальше уже по-мирному пойдем. Главное, что пехоту изучили, уже пехоту можно будет штамповать. Вот. Поэтому я знаю, что сейчас будет война. И, в любом случае, нам главное отбиться. Отбиться и, может быть, даже попробуем захватить кусочек территории, которая слела от нас. Также меня посетила мысль. Итак, перебью мысль свою. Ваше Величество, вы должны решить, кто будет вашим законным наследником, сын или дочь. Когда они достигнут совершеннолетия, вы сможете организовать династический брак с представителем анархической семьи другого государства, что принесет немалые выгоды нашей империи. Иоганн или Альбертина. Пускай будет Иоганн. Вы решили, что принц Иоганн будет вашим законным наследником. Мы будем внимательно следить за его воспитанием и обучением. Господа, все может уже закончиться и страны нашей не будет. Так, исследовано. Давайте я хочу еще развивать, как бы, торговую ветку немножко. Давайте поразвиваем. Так, у отряда, что тут у нас нанимаются. Сразу потом вот так. Мы должны быть готовы. Хотя бы немножко. Так, государство Дания выдвинуло вам. Они предлагают нам еду за золотом. Нет, Дания, все равно мы будем с тобой воевать, поэтому золотом мне нужнее. Я лучше на это золото завербую ребят с палками, и мы вот тебе по кумпову настучим. Вот мы недавно как бы разговаривали с Сашей. Вот он предложил такую идею. Возможно, попробовать откупиться от Дании. Ну, то есть, как только она объявляет войну, знаете, я сразу как бы засылаю им деньги. Типа, мол, пацаны, пожалуйста, не трогайте. Ну, это будет как один из вариантов. То есть, если я сейчас даже проиграю в этом видео и буду заново, я обязательно это видео выпущу, чтобы вы не думали, что я ленивая жопа и ничего не делаю. Я действительно пытаюсь снимать Imperial Glory в этом моде, но как-то очень хардкорно. Те, кто не знают или не помнят, я напомню, что мы играем на самом высоком уровне сложности, и мод этот именно заточен под игру на хард уровне, поэтому тяжеловасто нам, ребята, тяжеловасто. Скоро уже, кстати, у нас закончится союз. Успеть бы, успеть бы накомплектовать свои отряды, но, опять же, я, скорее всего, не успею. Но платить данные я тоже не хочу. Не хочу я и платить. Но если в этом видео не получится, то, скорее всего, может быть, это будет единственное правильное, разумное решение, дать им денег, чтобы они меня не трогали. Но есть такая возможность, что они просто, ну, не согласятся там делать. То есть, они просто могут, ну, отказать мне в... отказать мне в мире за деньги даже, и я попаду в такую ситуацию, что мне не будет ни денег, ну, точнее, мне деньги будут, у меня не будет времени рекрутировать отряды, и опять же, проиграю. В общем, тяжеловасто за Швецию. Я почему-то думаю, что будет легче. Интернет не врал. Действительно, за Швецию очень хардово играть. Вот у нас уже пошли первые проблемы. У нас не хватает денег на рекрутирование крестьян. Давайте мы же сразу в здании попробуем заключить коалицию. А, нет, против, против, нет, нет. Оборонительный союз. Давайте сразу в здании попробуем. Конечно же, она отвергла, потому что все они почему-то хотят денег, причем тысячу, сто копеек. У меня таких денег нет. И вряд ли не появятся, потому что Даня сейчас... Вот, вот, вот этот момент. Они опять стягивают войска, и у меня опять нету... Я не знаю, ребята, я не знаю, что делать, как вообще фибраться с этой ситуацией. Постоянно все одно и то же. Господин, у нас нету денег. Я понимаю, что у нас нету денег. У Даня они почему-то есть. Ну, я знаю, почему. Потому что это компьютер. Компьютер всегда есть деньги. Так, ну, еще не война. Еще не война. Это уже хорошо. Что здесь у нас, торговое отделение. Давайте. Так, еще один отряд рекрутируется. У нас будет почти три полных капитана. Я думаю, до конца мы, конечно, не успеем ее их укомплектовать. Так, вот наши хлопцы готовы. Видите, у нас еще остается один момент. Ну, это примерно хода три. Вряд ли мы успеем. Еще я думал, знаете, а может попробовать автобой, когда вот оно рассчитывает равные силы. Может автобой затащит. Может я, как бы, криворукий и не могу, как бы, вытащить такую ситуацию. Не знаю. В общем, пока еще война. Войну еще пока не объявили, но я пока подумаю за эти два хода, если я успею рекрутировать своих христиан. Да, вот она сейчас будет объявлять войну. Или на этом ходе, или на следующем. И, скорее всего, после войны они сразу нападут и я не успею никак рекрутировать. Так, еще время есть. Отряды. Не хватает. Не хватает каких-то 20 копеек, ребят. А сейчас бы я себе поставил. Они бы были готовы. Так, они делают какую-то ротацию в ротацию. Наверное, доукомплектовывают отряды. У нас есть шанс, что мы тоже успеем это сделать. В принципе, преимущество у нас все равно остается в том, что мы, ребят, можем выиграть благодаря тому, что мы занимаем сразу в начале боя, занимаем здание. И хоть небольшое, но это преимущество нам дает. Типа отстреливаться, пока они его штурмуют. И когда у нас уже много христиан с палками, то мы будем более весомы. Так, все, отряд готов. Мы все укомплектовались полностью, в принципе. Все, что, возможно, мы сделали. Теперь только ждем часа икс. Вот, в принципе, и он. Они тоже полностью укомплектовались. И готовы. Это все хорошо. Но вот мне надо сейчас экономику подавать, потому что я на копейках, на копейках, ребята, живу. Мне желательно тоже, опять же, сейчас подготовить мне, я так считаю, подготовить еще одного капитана с полным отрядом, что если у нас сейчас какие-то остатки после этой бойни будут, чтобы вышел свеженький капитан с войском. И пошел, как бы, отхватил кусочек у Дании, чтобы они понимали, что мы с ними тоже не шутки шутим и не пальцем деланы. Видите, войны пока нет, потому что, о, Дания предлагает нам, смотрите, 1500 золота в обмен на право пересечения границ. Хорошо, иди себе. Мы принимаем, можешь идти, 8 ходов. 1500 копеек это очень неплохой прирост, я считаю. Мы сейчас как расстроим свою империю, как начнем тут сейчас все настраивать. Так, куда бы потратить эти деньги? Конечно, хочешь мира, готовься к войне, ребят, но, блин, надо немножко все-таки поднимать инфраструктуру. Инфраструктуру нужно поднимать. Так, здание. Дороговое отделение. Не хватает. Нам не хватает. Не хватает нам, как обычно, всего по чуть-чуть. Надо, короче, подниматься в плане экономическом. Пускай нам Дания дала возможность такую. То есть, пока можно ее не опасаться. По крайней мере, 8 ходов. Государство России выдвинуло торговое предложение. Они дают нам продовольствие, азар нет. Теперь еще осталось ждать агрессии со стороны России. Что, в принципе, тоже может быть. Что, в принципе, тоже может быть. Я не знаю, давайте все-таки вот так вот еще подстроим немножко пацанчиков наших. Потому что надо еще ждать атаки со стороны России. В любом случае. Я после неудачного старта, точнее даже после двух неудачных стартов, я теперь никому не гомеляю. Особенно полякам. Ну, с поляками мы пока не контактируем. Так, значит, склад еды построен. Нам даст это немножко больше провизий. Так как я настраиваю войско, нам это не помешает. Новый командир готов. Хорошо. Уже хорошо. Даня считает, что наступил подходящий момент для укрепления отношений. Они предлагают нам союз. Хорошо. Еще тысячу копеек нам упало. Видите, Даня увидела, что у нас есть агрессивные ребята с палками. И решила, да нет, не будем. Мы, наверное, к ним лезть. Это можно и по кумполу получить. Так, объект. Лесопильные заводы построены в Швеции. Господин, у нас не хватает... А, видите, у нас не хватает этого. У нас не хватает населения. Для этого нужно построить местный госпиталь. Ладно, давайте я вам дам 360 копеек. Забирайте. Я все равно пока с вас уже получил 2500. Поэтому это такие траты, на которые я могу пойти. Казар мы построены. Хорошо. Так, рыночная реформа есть. Давайте теперь... Мы получили возможность заключать с другими державами договор о праве проезда. Хорошо. Не хочу я пока ни с кем ничего заключать. Меня пока интересует развитие своих регионов и поднятие армии на нормальный уровень. Конечно, в идеале нам бы всех наших вот этих дубинщиков заменить на нормальную регулярную армию. Стрелков, там все дела. Видите, Испания выполнила миссию революции в медицине. Теперь на всех ее регионах были возведены, построены госпитали. Нам придется ручьями своими делать. Это все равно что делать. Итак, рад и польщем тому, что мы еще живем. Я знаю, что у нас нету... Не хватает ресурсов, нам надо им войск. Ничего страшного. Можно сейчас попробуем экономически немножко подняться. Сейчас мы исследуем госпиталь. О, теперь давайте вот так. Теперь мы можем госпиталя построить. Уже будет у нас немножко побольше. Прироста будет побольше численности населения. Построим еще лесопилку на нашей второй территории. Ну, то есть, начинаем жить. Живы будем, не помрем. Ничего, сейчас мы встанем с колен. Время мыслица этого слова. И модернизируем нашу армию. Для того, чтобы всяким даниями, все остальным не было повадно даже думать о том, чтобы на нас напасть. Ничего, мы завоюем всех. Тем более, ребята, опыт-то уже есть. Все, в госпитале строятся, лесопилочки строятся. Лесопилка крутится, лавэха мутится. Все дела. Сейчас немножко поднимем инфраструктуру, начнем развивать внешнюю торговлю, чтобы больше денежек нам капало. Но все равно мне не нравится, что это уязвимая моя территория справа. Смотрите, что там Польша делает. Вы посмотрите, вы посмотрите на эту Польшу. Что вообще происходит? Ай-яй-яй, поляки-поляки. Курва жесткие какие. О, кстати, отряд-то укомплектовался у нас. Давайте это тогда мы сюда перекинем. Вот. Этих пацанов выведем на марш. Нет, на марш мы их не выведем. Мы его баню. Потому что мы сильно просядем по продовольству. Поэтому нам нет смысла выводить войска. Ну да, я же забыл, ребят. Почему Польша, походу, агрессивная? Потому что здесь лишь это мод. И она, наверное, выступает как... Скажите мне, я вам скажу. Она, наверное, выступает как империя. В том плане, что более агрессивная, чем она была в обычной игре просто страной. Но все равно. Даже если это мод. Все равно Польша будет получать по-сусалам. В любом случае. Это ее не спасает. Империя, она не империя. Начальное образование исследовано. Ну, уже хорошо. Так, что тут у нас издательство? Нужно, давайте дальше. Дальше идем в военную ветку. Так, давайте посмотрим, что там по миссиям. Что нам дается? Все ваши отряды будут обеспечены предовольствием на один год. 12 ходов. Ну, неплохо. Три сухопутных торговых маршрута. Так, хорошо. Давайте попробуем, что там нам нужно. Да. Чуть-чуть дерева, ой, чуть-чуть не хватает дерева и золота. Давайте подождем. И сразу начнем с России. В Кетербурге построим наше торговое отделение. Чтоб уже первое денежку капало. Да, Польша там что-то Пруссию и Фост и в Гриву по полной там что-то имеет. Еще подождем ход. Нам немножко не хватает. Россия, обратите внимание, тоже стянула все свои войска. Граница с Польшей. О, оборонительный союз, действие стекло. Ага, хорошо. Так, да, здание торговое. Все потратили. Смотрите, у нас ни дерева, ни денег. Подчистую все вытрясли просто. Пруссия не сдается. Пруссаки, они такие, до конца борются. Даня считает, что момент хороший. Хорошо, Даня. Плати нам денежку. А? Ребята, как-то роли поменялись. Охотник стал жертвой? Пруссия ищет возможности примкнуть вашему союзу. Еще за это платит 599 копеек. Принять. Единственное, что плохо, что мы можем вступить из этого в войну с Польшей. А Россия может быть в войне с... Ой, точнее в союзе с Польшей. После периода оккупации провинция Гривинская республика склонила голову перед мощью империи Батавия. И вошла в ее состав. Вообще не знаю, кто это. И вообще не интересно, если честно. Я бы такой, чтобы тоже от какой-нибудь территории бы не отказался, знаете ли. Ну, чтоб побольше как-то было. А то два куска как-то. Не Камильфо. Кавалерия исследована. Хорошо. Дальше изучаем пушки. С появлением кавалерии мы получили возможность брать пленных на поле боя. Знаете, не люблю брать пленных. Люблю их как бы вырезать всех под корень. Потому что я такой херни не прощаю. Так. Ну, по зданиям мы ничего не... А нет, что-то можем построить. Еще я вру-то. Конюшни начальные школы. Ай-яй-яй. Подождите, что? Где мы еще можем торговать? С кем? С кем мы еще можем торговать? Ребята. Ни с кем не можем, что ли. Вот. Какое-то издание можно построить. Консульство. Позволяет аннексировать страну. Да нет. Нахрен не надо. Давайте посмотрим экономическую нашу. Коммерческую. Так сказать. Видите? Кироваста, короче. Кироваста. Путь. Санкт-Петербург, стрельбом, Швеция. Нам бы здесь, в Восточной Пруссии, но тут порт, понимаете. Тут порт. Нам надо тоже построить порт торговый. Для того, чтобы начать торговать. Потому что я что-то путь проложил сухопутный, а он досраки. Так. Торговое отделение. А, вот. Только оно построено, это торговое отделение. Еще раз. Во. Видите? То есть, сюда уже копеечка какая-то идет. Но. Вот сюда бы нам. Как бы пробраться. Чтобы дальше можно было. А это надо торговый. Я не понимаю. А это надо торговый. Хорошо. Коммерческая карта. Военная карта. Так. 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 Что там у нас в дереве технологий-то изучается? Ни хрена, да? Так у нас торговая гавань. Мы должны мочек строить, ребята. Но что-то я не могу. Ладно. Давайте построим конюшни. Дания и консульство. Швеция, Дания. Нет у нас торговых путей морских. Это очень плохо. Очень плохо. И я не могу построить почему-то порт. Это тоже меня очень огорчает. То, что я не могу свои, как бы, щупальцы раскинуть по всей карте. Чтоб деньги мне везде, со всех уголков мира. Господи, наш союзник Дания платит стране Великобритании, чтобы вступить в наш правительный союз. Поскольку это уже не было принято, Великобритания становится хорошо. Платите там кому хотите, ребята. Мне посрать вообще абсолютно. У меня проблема в том, что у меня нет территории. У меня нет никакого развития практически. Это мне больше волнует. Почему? Жалко, портам нету бы. Я бы хотел порт. Вот скажите, Градки, вы бы хотели порт? Я бы хотел порт. Второй. Хотел бы. Слушайте, а шо, если мы вот так вот? Я бы хочу... Я бы хотел... Мировой объявлений войны, Боронительного и Терогового соглашения. Я бы хотел... Я бы хотел... Я бы хотел... Я бы хотел... Ладно. Просто там есть порт. Я бы очень его хотел. Сейчас связываться в войну нету смысла. Конюшни построены в Швеции. Давайте, наверное, по тихой грусти немножко подстраивать себе пехоту. Но у нас нету дерева. Обалденно экономически тяжело, начиная с двух территорий, которые вообще не развиты, не в плане инфраструктуры, не в плане портов. Очень тяжело. То есть, вы видите, я реально копейки считаю и не могу ничего себе позволить, так сказать. Дерево этого нету, всего этого нету, блин. Я просто хотел бы сейчас армию уже модернизировать начинать. Но видите, я не могу даже обманать, дерево нет. Поставиться в Пруссии выдвинул торговый... Нет, ребят. И тебе вы нахер. Тысячу триста отдавать за... Хотя дерево нужно было, но, блин. Я и так по копейкам собираю. По столу заход. Что это? Несерьезно, блин. Просто несерьезно. Ну че? Разберемся. Со всеми разберемся. Пока все складывается, все никак... Отличненько пока все складывается. Так, исследовано. Хорошо. Военная гавань. Да, все это классно, но... Все это классно, но мы не можем порты строить. Что тут у нас? Сырья 2500, население 1500. И на каждую входящую в Сафимперию территорию будет построена лесопилка. Спасибо, я уже выполнил это. Выполнил государством Испания уже. Улица в медицине. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Ладно, ребятки, наверное, будем заканчивать. Эта миссия, точнее, это видео у нас получилось, я считаю, лучше, чем первое. Здесь мы все-таки еще живы. Поэтому, как говорится, пациент больше жив, чем мертв. И, наверное, на этом будем заканчивать это видео. В следующем видео будем или собирать деньги, я не знаю, что-то будем, в общем, думать. Как-то будем дальше развиваться, крутиться. И все-таки будем захватывать мир. В общем, подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайк. Обязательно смотрите все наши видео, которые выходят на канале. Если вы фанат группы, точнее, игры Imperial Glory, заходите в группу по Imperial Glory. В общем, до скорых встреч, скоро услышимся. И я буду вас ждать, а вы не забывайте ставить лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok